Уже месяц, как Анна Иванова, врач-терапевт из города Чебоксары, ведет прием пациента в Березняковской поликлинике. Приехала она в наш Уральский регион не одна, а вместе с мужем. И была приятно удивлена. Оказывается, ее, врача первой категории, с общим стажем 15 лет, здесь давно ждали. И для таких, как она, приезжих, разработали специальную программу поддержки врачебных кадров. И мне сказали, что здесь в Березняках есть такая программа в поддержку врачей, что дают компенсацию и предоставляют жилье. Это было очень приятно, потому что у нас жилья здесь нет. Единовременная выплата 500 тысяч рублей и предоставление жилья, либо компенсация за найм – это существенный бонус для врачей из других регионов. Свою эффективность муниципальная программа уже доказала. Уровень укомплектованности подрос. За три года в Березняковские больницы трудоустроились три десятка врачей остродефицитных специальностей. По плану мы должны были привлекать ежегодно 10 врачей остродефицитных специальностей. Остродефицитная специальность – это такая специальность, укомплектованность которой менее 50%. Программа была утверждена на три года, с 15 по 17. И за эти три года была выполнена в полном объеме, то есть мы привлекли 30 врачей. На сегодня укомплектованность в краевой больнице имени Вагнера около 73%. О врачах по-прежнему нуждаются. Не хватает узких специалистов в поликлиниках и анестезиологов в стационарах. В этом году депутаты Березняковской городской думы продлили программу еще на три года. К слову, с прошлого года правительство края и Минздрав взялись за важную работу – приведение в порядок объектов здравоохранения в рамках проекта «Новая поликлиника». В этом году модернизируют более 100 регистратур медучреждений. Кстати, в Березняковской больнице для комфорта не только пациентов, но и работы врачей в этом году началась большая работа по преобразованию внешнего облика больницы. Только в этом году запланировано 14 ремонтов на средства, которые удалось сэкономить в результате реорганизации и объединения больниц на территории Березняков и Усолья в единое краевое учреждение. Мы стараемся, чтобы для каждого доктора и вообще для медперсонала условия и улучшались, и были максимально комфортными. Для этого мы делаем ремонты, для этого покупается новое оборудование, для этого докторов мы стараемся с частой периодичностью посылать на учебы. И вообще, когда мы видим, что человек заинтересован в своей профессии, мы готовы такому человеку помогать практически во всем. Хорошо было бы, если бы еще врачи пришли, тогда вообще хорошо было бы работать, когда все врачи есть на всех участках. Так, мне здесь нравится больница. К слову, в следующем 2019-м ожидает прибытие еще шести врачей после окончания ординатуры по остро-дефицитным специальностям. Еще шесть учащихся планируют приехать в Березники в 2020-м. Екатерина Кравцова, Степан Некрасов. Новости Верхнекамье.